Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр на неделе российского ритейла продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Алексей Мисаилов. Я отвечаю за развитие бизнеса и Филмурстик Россия. Филмурстик – это, я по праву могу сказать, крупнейший партнер отрасли, который начал свою деятельность больше, чем 25 лет назад во Францию. В России мы начали свою деятельность с 1994 года. И развиваясь от небольшого склада, который, по праву можно сказать, был крупнейший склад класса в районе Долгопрода, мы сейчас выросли до объема площадей 900 тысяч квадратных метров, управляя 32 площадками, имея больше 26 кроссдоковых платформ по всей территории страны. Даже не знаю, что же интересно у вас спросить, потому что, я так понимаю, вы лидер рынка таких услуг. Расскажите, пожалуйста, про вашу работу в пандемическое время. Расскажите, насколько ваши услуги были востребованы в это время и насколько рынок просил для вас или, наоборот, вырос? Ну, к сожалению, мы с вами все остались в России, да, и все путешествия у нас немножко ограничены. И, конечно же, это было дополнительным толчком для развития тех компаний, которые так или иначе связаны с рынком потребления. Потребление через ритейл у нас просто выросло по всем каналам, будь то там DIY, будь то пищевой ритейл или не пищевой ритейл. Даже фэшн, который, по сути, немножко проседал поначалу, так иначе потом адаптировался и к концу года смог наверстать те упущенные объемы, которые были непосредственно, которые были упущены в течение апреля, там, мая, там, прошлого года. Могу сказать, что прошлый год, понятно, многие об этом говорят, там, стал драйвером икома, да, и такие темы, как амниканальность, да, когда под одной крышей игроки имеют возможность отправлять каналы, товары по каналам B2B и по каналам B2C, они приобретают особое значение. Мы видели, что во время ритейла, во время пандемического периода необходимо было быстро перестраиваться под запросы непосредственно бизнеса. Если традиционный, там, в DIY формат бизнеса B2B перестал работать просто из-за того, что магазины были закрыты, то есть ты за короткое время должен был перестроить, там, весь layout склада для того, чтобы гибко и быстро нарастить объемы по линии интернет-торговли от 200-300 заказов в сутки, там, до 4-5 тысяч заказов в сутки. Я так понимаю, если мы с вами сейчас разговариваем, вы с этим справились? Ну, конечно, справились. Конечно, были сложности. Сложности и с персоналом, да, потому что нужно было в одномоментно коррегировать большее количество людей. Это были сложности, в том числе и с интеграцией, потому что зачастую на стороне клиента не хватало ресурсов, иногда даже понимание процессов, как это должно работать правильно, да. В том числе нам не совсем просто было в связи с каким-то ограничением страны и государства. Мы все знаем, что в России внедрилась обязательная маркировка, так иначе прослеживаемость в рамках даты матрикса, она стала обязательная. И прошлый год у нас стал запуском таких проектов, несмотря на пандемию, по парфюмерии, по текстилю, по обуви. Ну и, естественно, это также были определенные вызовы как для всех отраслей, так и для нас, партнеров отрасли, которые обслуживают цепочку от момента производителя до конечного потребителя, уже непосредственно, назовем это букву С. Спасибо большое за интересное общение. Надеюсь, до встречи в следующем году на нашей выставке. И надеюсь, рынок к тому моменту еще больше вроснется и расправит свои плечи. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.